Смотрите сегодня в программе. По словам самого Питера Мулине, идеи, положенные в основу Black and White, зародились у него ещё в детстве, когда в 12-летнем возрасте он наблюдал за жизнью муравейника, бросая муравьям конфеты и прожигая их лупой при попытке взять эти самые конфеты. Сюжет Advanced Warfighter отправляет нас в далёкий 2013 год. Именно тогда, по мнению Тома Кленси, на вооружённые армии США поступит Integrated Warfighter System. Она позволяет точно определять местоположение каждого подчинённого. Getting Up — это такая удивительная помесь очень пристойного экшена и симулятора граффити. То есть, по большей части, вы будете заняты тремя вещами — мордобоем, акробатикой и, собственно, порчей муниципального имущества, рисованием на стенах, поездах метро, автобусах, столбах и чуть ли не на всех живых людях. По геймплею Xenus очень напоминает The Elder Scrolls III — Morrowind, только в современных декорациях. Большой игровой мир — иллюзия свободы, нелинейный сюжет. Основная цель игры — найти дочь. Постепенно вырастает в целое детективное расследование. Привет! Это ФАК — программа из трёх букв, но с очень глубоким содержанием. Меня зовут Борик Ротер. Сегодня я расскажу вам о четырёх игрушках, которые не дают покоя нашим зрителям. Black & White — результат пятилетних метаний Питера Мулины. Один из самых грандиозных и драгостоящих экспериментов в истории игр. Симулятор бога, где дозволено практически всё. Масштаб невиданный одним небрежным движением мыши. Игрок может переключиться между панорамой целого огромного острова и изображением червячка, неспешно грызущего яблока. А сегодня я расскажу вам о продолжении этой замечательной игры — Black & White 2. От второй части никаких потрясений не ждали. Это должна была быть исключительно работа над ошибками. И знаете, это самая лучшая работа над ошибками, которую мне доводилось видеть. Разработкой игры занималась студия Leonhead совместно с Black & White Studios. В общем и целом перед нами та же самая игра, что и четыре года назад. Мы выступаем в роли бога, опекающего одну из пяти наций. В компании управляем греками. Подвергшись нападению ацтеков, греки в самом начале игры теряют все свои земли и почти всё население. Спастись удаётся лишь горстке людей, которых мы успели закинуть в телепорт в самый последний момент. Под нашим руководством им предстоит вернуть былое могущество, покорить другие народы и в конце концов отомстить ацтекам. По словам самого Питера Мулине, идеи, положенные в основу Black & White, зародились у него ещё в детстве, когда в 12-летнем возрасте он наблюдал за жизнью муравейника, бросая муравьям конфеты и прожигая их лупой при попытке взять эти самые конфеты. Петя придумал ту самую систему кнута и пряника, которые до сих пор используются во всех его играх. Например, Populous и Dungeon Keeper. В официальной продаже Black & White появилась 4 октября 2005 года. Издатель Electronic Arts. Рекомендуемые системные требования — это процессор 4 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 256 МБ видео и 3,5 ГБ свободного места на жёстком диске. Всё самое интересное в Black & White было связано с существами. Эти животные были для игроков как родные дети. Во второй части существа, как и жители, станут намного самостоятельнее. По крайней мере, ходить на горшок и искать пропитание смогут и без вашей помощи. В Lionhead Studios всегда любили шутки на грани фола. Например, в игре Fable. Но в Black & White 2 они превзошли самих себя, сделав экскременты существ универсальными. Что это значит? Это значит, что их можно использовать как удобрение, как средство для распространения эпидемий или метательное оружие. Их можно сжигать, растворять в воде и менять их форму. Они даже могут испачкать руку Бога. Те, кто видел первую часть Black & White, наверное, помнят, что музыка в игре изменялась в зависимости от того, какую сторону выбирал игрок. У добрых одна, у злых другая. В Black & White 2 сохранилась та же система. Для каждого состояния у каждой расы по 9 собственных мелодий. Это 250 музыкальных композиций. Количество звуковых эффектов тоже внушительное. Более 10 тысяч. В плане графики Black & White 2, конечно, всех милее, всех румяней и белее. Убойное количество полигонов. Беспрецедентная детализация текстур дает возможность разглядеть каждый волосок великолепных шкур существ. Если пойдет дождь, ваш волк или корова станут похожи на волка или корову, попавших под дождь. То же касается и анимации. Ваше существо будет жестикулировать не хуже какого-нибудь итальянца, бить себя лапами в грудь и лихо отплясывать на останках поверженных врагов. Прохождение Black & White 2 постепенно превращается в рутину. На каждом уровне приходится совершать одну и ту же последовательность действий. Приедается даже массовый геноцид. Топить людей в море, швырять их с высоты, давить гигантскими камнями и поджигать доставляет нечеловеческое удовольствие. Но, как и все хорошее, оно когда-нибудь заканчивается. Однако вопросов по игре приходит немало. Один из вопросов про четвертый остров и миссию с монахом. Когда монах разбивает скалы, ему нужно помогать своей рукой. Зажать левую кнопку мыши и бить по скале слева направо одновременно с ним. И еще. Не у всех получается отучить животных есть ваших христиан. Для этого надо нажать на зверя, отвести руку в сторону, а потом резко бить зверя, как бы нанося удар. Чтобы поощрить животное, нужно нажать на него и держать руку на нем, делая движение, как будто его гладишь. После того, как вы полностью отучите звери есть людей, он будет с ними играть. У меня, например, тигр схватил моего лесника и начал возить туда-обратно. Первая игра сериала Tom Clancy's Ghost Recon появилась в далеком 2001 году. Родители проекта — компания Red Storm. Уже к тому времени заслужила титул создателя лучших тактических экшенов. Следом за оригинальной игрой под знамена тактики в реальном времени были призваны 2-2. Очень достойных аддона. И вот теперь нам предлагают проект, который носит название. Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter. Разрабатывается игра под огромное количество всевозможных платформ. От ультрасовременного Microsoft Xbox 360 до старушки PlayStation 2. Официальные продажи игры начались 2 мая 2006 года. Локализацией занялась компания Russobit M, которая обещает игру закончить к концу этого года. PC-версию Advanced Warfighter разработчики в первую очередь старались сделать как можно более реалистичной. Именно эту черту полюбили владельцы персоналок в оригинальной Tom Clancy's Ghost Recon. Поэтому в новый проект была добавлена Integrated Warfighter System, которая даст игрокам много новых возможностей и сделает геймплей намного интереснее. Стоит отметить, что Integrated Warfighter System — это отнюдь не выдумка разработчиков. Все крупные военные державы мира сейчас озабочены тем, чтобы в экипировке обычного солдата было как можно больше электронных устройств. Так, например, в США уже несколько лет идут работы над проектом Future Force Warrior. Боец будущего, по мнению американских инженеров, должен быть закован в прочный, но легкий бронежилет и вооружен оружием, которое оптимизировано для ведения боя в городских условиях. Речь в первую очередь идет о штурмовой винтовке OICW. Вдобавок к этому в стандартный комплект поставки входит множество всяких рюшечек, начиная с прибора ночного видения и заканчивая датчиками, которые следят за состоянием здоровья каждого бойца. Ну а венцом всей этой красоты, разумеется, стала коммуникационная система. Она позволяет командиру видеть, где находятся его подчиненные, и отдавать им приказы. Подобный подход значительно повышает слаженность и быстроту действий подразделения. Рекомендованные требования к игре — четвертый Pentium с частотой 2,8 ГГц, гигабайт оперативной памяти и 256 мегабайт видеопамяти. Сюжет Advanced Warfighter отправляет нас в далекий 2013 год. Именно тогда, по мнению Тома Кленси, на вооруженные армии США поступит Integrated Warfighter System. Она позволяет точно определять местоположение каждого подчиненного. Второй важный элемент — связь. Командир может не только общаться с бойцами по радио, но и как заядлый фанат Старкрафта руководить ими прямо на экране переносного компьютера. Вдобавок к этому предполагается огромное количество вкусностей. Передача изображения самолетов-шпионов или, например, интеллектуальное оружие вроде штурмовой винтовки OICW, которая позволяет стрелять, не высовываясь из укрытия. Протестировать новую систему американская армия решила в Мексике. На протяжении десятка миссий нам придется освобождать заложников, прикрывать друзей, уничтожать врагов и заниматься прочими интересными вещами. Если прошлые серии Гострикон были в первую очередь заточены на открытые пространства, то в Advanced Warfighter нам предстоит сражаться в основном на улицах Мехико-Сити. А городской бой — это совсем иные условия и совершенно другая тактика. Совсем забыл. PC-версию Advanced Warfighter помогала разрабатывать шведская студия Green, которая в свободное время занимается разработкой всевозможных интерактивных тренажеров для военных. Так что реализма новый Гострикон запросто могло бы хватить на пару неплохих тактических экшенов. Теперь вроде бы все. Давайте переходить к вашим вопросам. Первый вопрос. Как приказать моим солдатам присесть? В меню, которое открывается средней кнопкой мыши, выбираете «Кава». Далее, во время игры, солдаты сами решают, как им лучше спрятаться — лечь или присесть. Двигаться советую как можно медленнее и не убегать далеко от группы. А вот когда начнется стрельба, тогда принимать решение и действовать нужно очень быстро. Следующий вопрос. Как увидеть, кто стреляет? Часть врагов помечаются красными ромбами, а снайперы нет. Как это понимать? Ромбами отмечаются только те противники, которых видят ваши подчиненные или зонт. Кроме того, для обнаружения большинства врагов советую пользоваться тактической картой. Как-никак, изображение со спутника. Далее. Один из наших зрителей застрял на первом уровне. Я вхожу через центральный вход, иду налево, расстреливаю одного врага за балконом, становлюсь на его место и меня откуда-то убивают. Что делать? Советую пожертвовать напарником и пустить его вперед. Таким образом, сразу станет ясно, откуда стреляют. Смотрите во второй части программы. Getting Up – это такая удивительная помесь очень пристойного экшена и симулятора граффити. То есть, по большей части, вы будете заняты тремя вещами. Мордобоем, акробатикой и, собственно, порчей муниципального имущества. Рисованием на стенах, поездах метро, автобусах, столбах и чуть ли не на всех живых людях. По геймплею Xenous очень напоминает The Elder Scrolls III – Morrowind. Только в современных декорациях. Большой игровой мир, иллюзия свободы, нелинейный сюжет. Основная цель игры – найти дочь. Постепенно вырастает в целое детективное расследование. Смотрите во второй части программы. Getting Up – это такая удивительная помесь очень пристойного экшена и симулятора граффити. По геймплею Xenous очень напоминает The Elder Scrolls III – Morrowind. Чуть больше года назад Марк Эко, успешный производитель скеттерского обмундирования, вдруг появился на первых полосах всех игровых СМИ. И заявил, что он, мол, собирается сделать игру про граффити, от которой все вокруг обалдеют. Потому что пора уже показать всем, как делать компьютерные игры. Для этого дела была нанята компания The Collective, которая под чутким руководством Марка изготовила любопытный и местами даже инновационный проект – Mark Echo's Getting Up – Contents Under Pressure. Эта игра – живое доказательство той культурной пропасти, которая лежит между Россией и Европой. Пока мы с вами любуемся в метро на живописные маркерные надписи, европейцы всерьез обсуждают проблему граффити. А нью-йоркские художники из рабочих кварталов выставляются в арт-галереях. Именно поэтому у нас, скорее всего, не оценят всей прелести Getting Up – игры хорошей, а где-то даже удивительной. В авторах Getting Up с одной стороны стоит абсолютный дебютант Марк Эко, который до недавнего времени к интерактивным развлечениям не имел ровно никакого отношения, а с другой – The Collective – мастера по работе с голливудскими лицензиями. Разработчики неплохой, хотя абсолютно вторичной игры – Indiana Jones and the Emperor's Tomb. У этого сомнительного на первый взгляд дуэта неожиданно вышла хорошая и, главное, свежая игра. В официальной продаже для персональных компьютеров она появилась 14 февраля 2006 года. Издатель – компания Atari. А локализацией в России занимается Akella. Рекомендуемые требования – процессор 2,5 ГГц. 1 ГБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 3 ГБ на жестком диске. Getting Up – это такая удивительная помесь очень пристойного экшена и симулятора граффити. То есть по большей части вы будете заняты тремя вещами. Мордобоем, акробатикой и, собственно, порчей муниципального имущества. Рисованием на стенах, поездах в метро, автобусах, столбах и чуть ли не на всех живых людях. Местная боевая система неуловимо напоминает тот самый Индиана Джонс, который коллектив собирали 3 года назад. Для нанесения тяжких телесных повреждений главный герой Трейн использует все, что оказывается под рукой. От обычных деревянных досок до банок с краской и крышек мусорных баков. Кроме подручных предметов есть и собственные кулаки. Ими можно выделывать приятные глазу комбо. Трейн бьет с отскоком от стен, делает захваты, броски и вообще ведет себя как натуральный Индиана Джонс. За всяческие болевые зажимы и броски вам начисляется специальный ресурс, который можно тратить на особые пробивные удары. Они прошибают вражеские блоки и чуть ли не стены. Одной серии таких выдающихся телодвижений достаточно, чтобы уложить соперника. Прыжки и подтягивания тут присутствуют в основном для одной цели. Забраться повыше и нарисовать в каком-нибудь труднодоступном месте очередное граффити. Главная проблема тут сообразить, по каким выступам надлежит добраться до нужной точки. С технической точки зрения Getin' Up выглядит жутковато. Окружающее пространство и текстуры особых нареканий не вызывают. Анимация так и вовсе шикарная. Но за модели, которые явно перекочевали к нам с PlayStation 2 без изменений, в 2006 году отправляют в угол. Не то, чтобы игра смотрелась некрасиво. Местами она выдает пристойную картинку. Но на фоне творящихся вокруг технологических свершений она, мягко говоря, бледнеет. Getin' Up – игра любопытная, но не бесспорная. А субъективно это самый свежий и интересный проект из всех, что выходили на PC за последнее время. Забавно, кстати, что игру умудрились запретить в Австралии, как пропагандирующую вандализм и порчу муниципального имущества. А теперь ответы на ваши вопросы. Один из вопросов, заданных по почте. Третья миссия. В конце улицы стоят полицейские и машина с прожектором. Как нарисовать граффити над машиной? Для этого нужно залезть по сетке забора. Но не там, где колючая проволока, а за полицейской машиной. А теперь совет для тех, кто играет на PC. Если граффити светится красным, это значит, что она слишком большая. Выбирайте граффити поменьше, и трейн начнет ее рисовать. На PlayStation размер можно менять стрелками. Также не у всех получается пройти миссию с поездами, когда на ходу надо раскрасить поезд. Товарищи, шустрее надо рисовать, и все у вас получится. Ладинская Америка представляет собой на редкость неуютное место. Экономика почти всех здешних стран дышит на Ладан. Коррупция заскаливает за все мыслимые пределы. Организованная преступность давно слилась в страстных объятиях с госструктурами. А похищение людей поставлено на поток. Не избежала этой участи и сестра главного героя игры «Ксенус», «Точка кипения», отправившаяся для проведения журналистского расследования в Колумбию. Колумбия была выбрана разработчиками как самое опасное и нестабильное государство во всей Латинской Америке. Здесь уже много лет не стихает война между правительством и повстанцами. «Ксенус» во многом похож на «Сталкер». Игровой мир 625 квадратных километров изначально открыт целиком. А таких понятий, как локация или уровень, нет в принципе. Путь к финалу выстраивается в зависимости от того, как игрок ведет себя с каждой из местных группировок. Правительство, ЦРУ, повстанцы, индейцы, наркобароны и просто бандиты. С одной стороны, «Ксенус» способен порадовать вас множеством потрясающе красивых пейзажей. Видно, что дизайнеры старались. Пространства огромные. Пройдет немало времени, прежде чем игрок станет уверенно ориентироваться на местности. Но стоит завернуть за угол, нырнуть под воду, и в глаза бросаются простенькие интерьеры помещений и прочие неприятные глазу вещи. Кое-что исправляется настройками на максимум. Но беда в том, что игра страстно желает компьютер из далекого будущего. Разрабатывалась игра компании «Дип Шэдоуз». А распространением занимается Russobit M. В официальной продаже она появилась 20 мая 2005 года. Рекомендуемые системные требования это процессор 2,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, видеокарта 256 МБ и 5 ГБ на жестком диске. По геймплею «Ксенус» очень напоминает The Elder Scrolls III – Morrowind. Только в современных декорациях. Большой игровой мир, иллюзия свободы, нелинейный сюжет. Основная цель игры – найти дочь. Постепенно вырастает целое детективное расследование. Мы носимся по стране, уговариваем одного, угрожаем другому, задавриваем деньгами третьего. Пострелять тоже придется, причем немало. Равно как и порулить разными видами транспорта, и даже полетать на вертолете. Правда, из-за слабой физической модели удовольствия от использования этого металлолома никакого. Зато очень веселит сотовый телефон. По нему регулярно звонит супруга, которая считает, что мужчина не способен совершить что-нибудь серьезное, пока его не подкормить скандалами, болтовней и прочим верещанием. Выбросить трубу, к сожалению, тоже нельзя. Ролевой элемент тоже на месте. Параметры персонажа достаточно стандартны для РПГ. Диалоги сделаны именно так, как мы любим. С множеством вариантов ответов, которые влияют на результат беседы. К стилю большинства текстов претензий нет. Написано живо и аккуратно, что редко встречается в современных отечественных играх. Не обошлось и без дополнительных сюжетных линий. На территории Колумбии обитает шесть группировок. Каждая страна, разумеется, преследует определенные цели. Так что работать на всех одновременно не получится. При этом возможностей стать хорошим несколько меньше, чем плохим. Впрочем, понятия «хороший» и «плохой» здесь очень относительны. Местная полиция, например, пользуется такими методами, что временами задумываешься, а не перепутали ли разработчики названия. Ксенус оставляет после себя странные впечатления. С одной стороны, игру следует ругать за сумасшедшие системные требования, за огромное количество глюгов, за общую недоработность. С другой стороны, есть в местной Колумбии что-то особенное, привлекательное, способное увлечь на долгие дни. Если вы, конечно, сможете смириться с недостатками. А чтобы вам было легче играть, я помогу вам парой советов. Ксенус Самый часто задаваемый вопрос по игре Ксенус – как заработать денег. Прежде всего, советую вам выполнять несюжетные квесты военных и индейцев. Хотя иногда вместо денег они могут дать, например, статуэтку идола, которую можно продать коллекционеру в первом городе. За каждую безделушку можно получить 500 монет. Кроме того, можно продавать оружие или подрабатывать водителем автобуса. Если же вы хотите сразу заработать большую сумму, то найдите все четыре камня Ксенус, выполните связанный с ними квест и получите ожерелье. Его легко можно продать за 10 тысяч, причем повторять такую махинацию можно сколько угодно раз. Следующий вопрос – как улучшить отношения с ЦРУ, чтобы получать от агентов квесты? Здесь все очень просто. Надо подстрелить как можно больше наркоторговцев, и отношения с властями наладятся. На сегодня, думаю, хватит. Всю следующую неделю буду разбирать ваши письма, и выуживайте оттуда самые интересные вопросы. Напоминаю вам свой имейл – faqsobaka.moosdefestv.ru С вами был Борик. Увидимся ровно через неделю. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!